Дизайн-концепция детской игры для планшетных устройств. Сегодня я хотела бы поговорить о детях, во что сегодня играют наши дети. Средний возраст игроков дано под шагом в эту метку 30 лет. Одни из самых популярных подаваемых проекта носят рейтинг 16-18+. Однако всеми психологами, все психоты сходятся во мнении, что игра это все-таки самой подмечившей деятельности, именно ребенка. Она является особой потребностью развивающейся личности. Игра наиболее доступное средство переработки и полученной информации из окружающего мира знания, впечатления, развивая понимание, вооружения, коммуникативные навыки. В качестве своей обуви я взяла своих племянников, которым 4, 10, 15 лет. И пропуская проблему через себя, тем более, чтобы всем могли не задеться, я подумала, чем я занималась, чем я играла в свои 4 года. Но это были шаг, это лепка и мяч. Но в наш век компьютерной технологии, когда ребенок с рождением привыкает к приманению по мелькающим экранам, у него не остается выбора. И что представляют нам рынок? Это всевозможные стрелялки, мангровые, воспитывающие замураев, американские, более воспитывающие эгоцентричную личность. И вот эту проблему наиболее остро видно, когда в семье более одного ребенка, как они общаются между собой и своими родителями. И вот это огромное я, вырастая, вызывает проблему не только в семье, здесь и сейчас, но и перерастает в конфликт, когда эти девочки, мальчики вырастают и уже в качестве мужа и жены начинают выяснять свое превосходство. И чтобы этого избежать, я, собственно, считаю, что детям изначально нужны игры, которые, в первую очередь, основаны на взаимопонимании, поддержке, помощи и каких-то вот таких мотиваций. И вот из-за основы своего детства я взяла лепку и предлагаю слепить своих персонажей из простых и доступных форм, например, круглышочек, квадратик, треугольничек, ну, собственно, основанных геометрических законов геометрии, взять подружные материалы, газетные вырезки, цветную бумагу, фотографии, какие-то, собственно, ручные акварельные кляксы. Ну, это также как предметы, которые можно взять под рукой. Клепки, шнурочки, веточки и все, что угодно. В общем, общая структура игры – это старая добрая аркада, линейная композиция с последующим продолжением. С последующим продолжением. Она разделяется уровнем сложности и сложности как и уровнем сложности как графики, так и сюжетной линеи. Я строю стилистические акценты за счет сочетания различных фактур, цветов и пятен, простой с графикем шестовых композиций, снижение цвета и герля. По тем же принципам, собственно, строятся мои персонажи. У кота, например, я потеряю глаз и ухо, что дает ему способность видеть и слышать острее. У вороны ярко выражены крылья и хвост с шрифтовыми вставками, символизирующими собой перенос информации. Также я акцентирую глаз, то есть он должен эту информацию видеть. И самым большим акцентом у него является клюв. Чтобы эту информацию всю передать, что ту информацию, которую она несет, она должна передать. и так как она является навигатором, собственно, всей игры, она должна перенести эту информацию и детям, потому что она вот в первом уровне. И я делаю такой акцент именно на крылья. Она у меня навигатор, как бы. Она ближе к ребенку, к маленькому. Следующий друг, их друг безгранично добрый и пушистый. И эти качества я заключила в круг, обравляя его мягким пушком и добавляя ко всему этому ложку и фарту, как бы принадлежность того, что он любит поесть и всех своих друзей накормить. В роли акцента для третьего года я использовала образ кометы, оставляющий за собой свет, как и глубок ниточек, охватывающий его тело или завершающий процесс его движения. Злобивцы основываются по тому же модному принципу, но они в первом уровне не используются, так как этот уровень для более маленьких деток. Они идут дальше. И здесь я уже позволяю себе использовать более фактурные и детализированные элементы с большими кликами, нюансами. И они как бы тоже в принципе все в круге основано. они как бы вот своей окружностью символизируют из-за своих руки зла, замыкают. И все эти акценты в своей окружности формируют графический узел. И эти узлы я включаю в рампу в виде контура и отделяю тенью, несмотря на то, что такое достаточно сложное и запятение веб-граун для персонажей в рампе и тенью в нашем филе веб-граун и тем самым они вину не читают. Огромную поддержку... Спасибо. Коллеги, переходим к вопросам. На самом деле в записке все достаточно сильно хорошо. Ваши части, которые вы давали традиционно, нам было в крайней части показать, что вы разрабатывали только персонажей, то есть вы считали, а вы разрабатывали как дизайнер именно эти списки. У вас раздумывали все счетчики, филории и элементы взаимодействия со судьбой. Я разрабатывала не только персонажей, но и все взаимодействие между собой и... Прежде всего хочется ответить мнение и навыки Ана в области графики и типографики. Все элементы тщательно проработаны. Причем уровень художественной подготовки позволила Ане создать двухуровневый проект, рассчитанный на пользователей разных возрастных групп. Ана делает акценты там, где это нужно, а от разных определенных сочетаний цветов или графическая композиция. При этом немаловажно, что проект воспринимается целостно. Здесь хочется отметить стилистическое единство и грамотные цветовые переклички. А разработка интересных персонажей указывает на богатый общекультурный опыт создателя проекта. Внимание к деталям общая завершенность производит благоприятное впечатление. Работа заслуживает хорошей оценки и позволяет Ане получить соответствующую полицию. Спасибо. 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 Спасибо.